Сегодня Святая Церковь празднует перенесение из Эдессы в Константинополь у Бруса. Это изображение лика Иисуса Христа. Этот лик был, может быть, кто-то из вас знает, кто-то не знает, но краткую историю расскажу. Когда Христос в очередной раз ходил, проповедовал и сидел, что-то рассказывал людям. Он все время рассказывал и лечил. Рассказывал и лечил. Рассказывал о Царстве Небесном, о спасении, как достичь этого спасения. И как надо жить человеку, чтобы он смог войти в Царство Небесное. Потому что не каждый туда войдет. Не каждый. Один человек пойдет, другой не войдет. И мы думаем, что вот этот хороший, он точно туда попадет. Но когда будет страшный суд, мы удивимся с вами, кто туда попал. Понимаете? Потому что первый он пошел в рай, как мы знаем, кто? Разбойник, который висел рядом со Христом на кресте. Тот, который признал свою вину, признал, что он действительно достойное получил по своим делам. Меня распяли достойно, он сказал. И Господь ему сказал, сегодня же будешь со мной в раю. То есть осознание своих грехов, это уже человека приближает Богу. Это первый шаг на пути к спасению. Так вот, Христос что-то рассказывал, сидел. А в городе Эдессе правил некий царь, ну как сейчас губернатор, да, там, в области, или мэр города. Мэр города, скажем так. Вот он болел проказой. Ну, вы знаете, что такое проказа. Едессе изучали. Страшная болезнь, от которой человек получает страшные боли. И он не может не двигаться, ничего. Вот он лежал и болел этой болезнью. Но он слышал о Иисусе Христе. Там ходит Иисус некий, который проповедует и лечит людей. Лечит болезни такие, которые никто не лечит. Хромые ходят, слепые начинают видеть, и глухие слышат. Ну, он говорит, я не могу туда прийти. И он сюда не придет. Эдесса это далеко от Израиля, где ходил Христос, от Иудеи. И он послал своего придворного художника. Говорит, пойди, напиши мне хотя бы его лик, портрет напиши. Я посмотрю на него, кто он такой. И, значит, пришел туда художник, нашел Иисус. Ну, слухами земля помнится. Сейчас только спроси, где тот. Тебе сразу скажут, вот там. И человек, ну, пришел туда. Около Христа ходили тысячи народа. Тысячи. Многие тысячи. Потому что, когда он накормил хлебами, было там около пяти тысяч мужей. Не считая их жены, детей. Если хотя бы одна жена и один ребенок, хотя бы уже 15 тысяч получается. Знаете, вот сколько людей около него было все время. Конечно же, не все слышали. Передавали. Вот уже человек повернулся, сказал. И так пошло, пошло. Туда дошло до последнего. Вот так вот около Христа было. И вот этот придворный художник все-таки пробрался туда и пытался с Христа портрет написать. Но он не мог на него написать. Ну, хороший художник, как мы его смотрим сейчас в интернете. Да, там карандашом даже шик-шик-шик-шик-шик-шик-шик. Там где-три минуты уже какой-то набросок есть. Пять минут идеальный портрет. Не может написать и все. Не получается. Почему? Ну, почему, спрашивается. Ну, вроде бы человек сидит перед ним. А написать не может портрет. Потому что лик Христа такой был, что с него невозможно было написать. Художник, он знает, он улавливает черты лица. Улавливает эмоции человека. Улавливает внутренний мир. И это все передает на холст или на бумагу. Не важно. Он за все передает. Он не мог определить, что со Христом не так. Ну, что-то было не так. То есть он постоянно исполнил был любви к людям. Он же Бог. Он всех вот рядом присутствующих насквозь видит. Он знает, у кого что внутри находится. Кто чем болен. И скорбит о каждом человеке. Представляете? О каждом человеке. И вот он не может написать портрет. Хризус, когда закончил проповедь, он говорит, подойди сюда. Этому художнику. Он умылся. Вот поленье на руке. Ну, полил он, умылся. Дай мне полотенце. Он дал ему. Он выдерзся полотенцем и отдает ему. И на этом платье отпечатался ник Христа. Один в один. Этот художник был в шоке. Как такое может быть? Да. То есть он пришел увидеть пророка, какого-то лекаря, проповедника на крайний случай. Кого-то вот такого, о ком слышал. Но чтобы такое отпечаток лица на платье, это неслыхано было. И он с этой драгоценностью пошел назад в Эдессу. И Христос сказал, отнеси твоему царю Авгарию. Он даже имя его назвал. Авгарию снимали его. И когда он посмотрит на него, он получит облегчение. Но полностью исцелится, когда примет святое крещение. И этот художник пошел назад в Эдессу. Пришел, принес царю этот плать. Царь открыл, посмотрел. И он получил облегчение. Его боли прекратились. То есть течение болезни остановилось. И он возрадовался. И приказал на главных вратах, у них как арка делалась такая каменная, и над аркой приказал закрепить этот плать. Чтобы все входящие в город видели лик Христа. И прошло несколько лет. В это время, пока шел сюда этот художник, пока нес этот плать, в это время Христа уже распяли. Уже распяли, уже... Проходи, проходи. Садите. И апостолы уже пошли в мир с проповедью. Ну, а еще апостолы не пошли. Ну, уже ходили они там, по месту проповедовали, по соседним городам. Что-то вот как-то потихоньку все это текло. О Христе рассказывали. И когда уже пошла проповедь, уже пошли они с проповедью в мир сюда, в город Эдессу пришел некий из апостолов Анания. И он, когда входил в город, он удивился, увидев лик Христа над вратами. Потому что этот город был не иудейский. И здесь не могли знать о Христе. Вообще не могли. Откуда он вообще лик здесь мог возникнуть? И он в недоумении входит в город. И спрашивает у всех, что это такое, почему там висит. И ему рассказывают историю, как исцелился царь, когда увидел этот лик. Он пришел к царю. И царь, когда узнал, что здесь этот апостол, вернее, даже так, он послал за этим апостолом. Апостол пришел к царю, поклонился ему. И царь ему тоже упал в ноги и сказал, вот такая вот ситуация, мне необходимо исцеление. Я жду, когда кто меня покрестит. И вот, наконец, ты пришел. И это значит, Анания покрестил царя. Когда царь выходил из купели крещения, вся проказа с него сошла. Он очистился. И в этот же момент он проповедовал Христа, исповедовал Христа истинным Богом. И весь город принял святое крещение. Весь город крестился. Этот город был христианским. Вот. А потом, спустя много лет, когда турки-сельджуки населяли всю вот эту вот Саудовскую Аравию, Израиль они завоевали, пришлось этот лик Христа переносить. Его перенесли из Эдессы в Константинокон. Это сейчас у нас Стамбул называется. Тогда это был христианский город, центр православия был. Огромный центр Византийской империи был. Что там храм Святой Софии, чего только стоит, какие там службы проводились. Там только тысячи человек были знатных особ помещать. Плюс хор там был, огромный хор был архиерейский, патриарши, вернее, патриарх был константинопольский. Очень службы были непередаваемые. Вот туда этот лик перенесли. Сегодня вот как раз именно вот этот день празднуется, когда спасали, спасали лик Христа. Но после этого, когда Константинополь был тоже захвачен, этот лик исчез. Куда исчез, никто не знает. Куда-то унесли, где-то спрятали его. До сих пор никто не знает, где он находится. Лик утерян. Но Святая Церковь празднует сейчас, вот этот день мы празднуем его. Потому что это такое действительно, это чудо было, когда Христа уже распяли, а его лик еще существовал. Это единственное было изображение, единственное, которое имелось на тот момент Христа. Второе, это плащаница была. Но там не было четко видно лика. Там просто вот такой негатив был. Негатив на пленке. Его сейчас вот фотографируют, там снимают, переносят, переводят, загоняют в компьютер, и там изучают. Даже есть этот компьютер, который принимает изображение снимков с Марта, там, с Луне, откуда угодно. и здесь даже на земле он сфотографировал что-то, переслал на этот компьютер, и это изображение, и он выдает объемный рельеф местности. Вот когда сфотографировали плащаницу Христа и передали в этот компьютер, он показал объемное изображение Христа лежащего. Вот на этой плащанице, представляете? Все, все, все. Руки, ноги, пальцы, ногти, волосы, глаза, все, все, перенесло в компьютер. С праздником еще раз поздравляю вас с успением Божьей Матери и с нерукотворным ликом Иисуса Христа. Спасибо большое. Спасибо. С праздником. Спасибо.